Мы с Игорем приехали, ездили за Евангелиями, попросили, кто ему круглится в избытке. У нас есть, но очень мало. Мы хотим подготовиться на крещение. Будем раздавать на этот праздник. Крещение Господне. Ворота закрыл. Все. Сейчас мы подъедем. Будем подъезжать. Нормально так это дает? Да, да, да. Отлично. Коцунка. Это карамелечка. Можно карамелечку выпустить? Ну, конечно, выпускай. Входи, входи. Иди, порезись немножко. Вот. Камелечка, туда не надо тебе. Вот так вот. Это нам сухари тут. Девьевого один дал. 5 мешков. 7, вернее, 7. Не 5, а 7. Насушил хлеба и дал нам. Это вот красный евангелие. Сейчас мы ее будем подготавливать. Балак листья. Ну и все. Сейчас я беру вот этот. И идем. Откроешь, брат, дверь? Обязательно. Ага, я сейчас зайду. Игнай карамелечка, игнай иди, бегай. Все. Все, да? Все, там вот. Сейчас от дверь прикрою. Можно прикрыть ту дверь, чтобы... Да, да, да. Хотя тут ничего нету. Тут я писька с утра затопил, чтобы дом не остывал. Вот какая красота тут. Горит. Хотя, мне застепло сегодня. Дети, в общем. Носкресная школа. Надя Дмуха тут обновила. У тебя большинство не старые, в основном фотографии. Ага. Старинных много. Все такое цветастые. Сейчас детишки уже... Может быть дядей Игорь разок тут. Уросли. Но он не исподобился. Дядей Игорь. Попасть. Ну да ладно. Вот, слава богу. Сейчас закрою дверь. Смера прямая. Безопасность прежде всего. Вот так вот. Закрываем. И заходим. Тут у нас кошечки охраняют продукты наши. Сейчас. Вот так вот. Вот они, красавцы наши, лежат. А это визитки. Визитки. Визитки надо. Ага. Ну все. Снова. Ты хочешь снять, как мы закладываем? Ну да, да, да. Ну я могу поставить пока. На камеру? Пока поставить. Ну вот это Евангелие. Святое Евангелие. Святое Евангелие не написано так нигде. Вот. Красного цвета. Цвета крови. Но крови мира. Мира, которым Господь наградил нас. Наградит за то, и награждает за то, что мы верим во Христа. И на земле мир в человеках благоволения. То есть Господь благоволит к человекам. Между людьми мир. И Господь благоволит к человекам, если они веруют во Христа. Вот. Святое Евангелие. Чем оно прекрасно? Во-первых, вот Сибирская Благозвонница. Название такое чисто православное. Никто так из сектантов не назовет. И второе. Тут написано. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И вот. Это он еще благословил. В каком-то году. Как бы непонятно. Но давно уже. Вот благословение. Вот так. А это больше всего заботит людей, когда они получают Слово Божие из твоих рук. Чье оно? Потому что думают, что сектанты что-то изменили в Слове Божьем. Ну да, есть такие сектанты. Это свидетели сторожевой башни. Которые исправили Слово Божье. Ну и исправили. Не исправили даже, а заменили. Заменили, да. Своё сделали. Под своё учение. Под своё учение, да. Добавили там слова некоторые. Некоторые убрали наоборот. И есть такое. Но если разговор идёт о протестантах-пятидесятниках или баптистах, то они не изменяют. Но любители подправлять слова, которые им не нравятся в церковно-славянске. Сие, допустим. И так далее. То есть они ставят другие слова. Ну, которые соответствуют русским, конечно. Переводу русского. Но зато они убирают, есть слова, которые ставятся в смысловые. Есть слова, которые есть только в православной Библии. Они ставятся или такое прописное слово, или же в кавычках, в скобочках бывает. Они это убирают. То есть они эти скобочки. Ну, допустим, как в первом псалме. Не так, нечестивый. Не так. Они вот это не так второй раз убирают. И таких много очень. А, допустим, если мы берем Иудиф книгу. Иудиф. Иудиф. Нет, не Иудиф. Исфирь. Исфирь. То они вообще первую главу, начало главы. А она глава на целую страницу. Они ее выбрасывают. А там сразу идет борьба двух змеев. Красного и белого. А почему? Да, вот выброшено у них. И поэтому, когда... Ну, так как мы Ветхий Завет не раздаем, мы раздаем Новый Завет. Только в Новом Завете, в общем-то, испортить ничего нельзя. Потому что весь Новый Завет говорит о спасении. Да. Весь Новый Завет говорит о спасении. Поэтому, если вы получили от протестанцев Евангелие или от православных, все равно его нужно читать. И нужно перед словами Христовым искренне, вот сейчас мы начинаем набивать. Берем визитки наши, у нас вот различные визитки. Такого образца есть. И такого образца. Вот такие вот. Одну, одну такую, другую такую. И вот так вот, чтобы хорошо держалось. Чтобы не выпало, когда ты будешь подавать. Вот я подаю, допустим, вот так вот. Я подаю не на всю руку, вот так вот прям толкаю. Заберите глазами вот такими. А вот так стою на полруки. Пожалуйста. То есть человек сам должен потянуться, да? Да, человек сам должен. Человек сам потянулся. Не надо там ему прям вталкивать, впихивать. Возьмите, возьмите. Вот это не надо говорить. Возьмите, берите, берите. Берите. Нет, надо сначала рассказать. Святое Евангелие. Оно как раз рассказывает о крещении Господнем. Господь зовет нас к покаянию. И для того, чтобы показать людям, что нужно исполнить всю правду, которую Бог послал нам с небес. Он сам крестится, показывая этим, что он человек. Человек нам показывает. Что он не Бог, что когда будет на кресте, он за нас будет распинаться. Что он претерпевал все мучения от боли, от этой и так далее. Он показывает нам, что он человек. И поэтому мы можем так же исполнить, как он исполнил все заповеди, которые он нам и показал. Потому что он был человеком. Но он не просто человек, он Бога человек. Потому что он же дал эти заповеди нам. Вот так вот и человеку расскажешь немножко. А можно сказать, вот это слова Иисуса Христа. Вот здесь все слова Иисуса Христа. Четверо Евангелия. Евангелие от Мея, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И человеку подаешь. Если человек вопросов задает, то обязательно беседуешь. Ну желательно, чтобы вопросы были. Но так как вопросов люди задавать не любят. Потому что они не хотят показаться невежими. Каждый человек хочет показаться умным. Но обманывают сами себя. У нас то же самое на занятиях происходит. И вот мы закладываем. А завтра поедем искать поприще. Потому что мы сегодня с братом заехали. В Покровском соборе. Нам священник. Подошли к священнику нам. Он сказал, что скорее всего ничего не будет. Потому что он такую информацию слышал. Что епископ сказал, что отменяется. В связи с вот этим поветрием. Которое сейчас идет. Отменили. А как его остановить, конечно, никто не знает. Все в руках Божьих. Да, все в руках Божьих. Но у нас ничего этого нет. Ни масок. Ни какого-то отдельного. Отдельного стояния. Где-то через полтора метра. Через два. У нас нет. Почему? Потому что каждый из братьев, сестер. Здесь приходящих. В общем, все понимают, куда они идут. Поэтому лишний раз не общаются. По дискотекам не ходят. Занимаются своими делами. На работе. И поэтому получается так, что у нас нет никаких массовых поражений. Хотя там многие уже отболели. Чем отболели, даже и непонятно. Просто поболели как-то. Странно. Головы поболели. Как у меня. Как Андрей Устинов там в потерявке. Он говорит, когда он болел, он к нему пришли и сына тихно еще. Он такой уходит весь такой расслабленный. Вот мне сейчас, он говорит, ничего не надо вообще. Что-то, говорит, суетился, дело. А тут, говорит, ничего не надо вообще. Все, говорит. Ну да, да. Это такое состояние именно. И главное, несколько дней прям сна нету. Вот нету сна. Сон рвется на части. Какий-то бред какой-то идет. Там все перемешано. И евангельская, и житейская, и война какая-то у меня. Кашпар. Понятно, сбой в программе происходит в организме. Да, и там что-то благовестуешь. И там тебя там ловят. И ты шпион какой-то. Что-то нет. Ну попробуй послушать вот эти прубоенные. Господа ведут на распятие. Это уже установка креста или он ведет на распятие Господь наш? Нет, нет, это ведут его. Ведут его. Это он упал под крестом. Да, 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 да. А это вот тут не показано, да, кому крест-то потом отдали? Кирианин-то этот. Нет, его еще нету. Он лишь только прекрасно отдает. Отдает. Как бы так. Хотя вот этот, может быть, и он. Смотри, вот слева который. Вроде на простолюдина похож. Ну, может быть, может быть. Может быть, кинулся. Помогать. Помогать, да. И тут офицер узрел, что есть. Как говорится. Что надо помочь, а то тут сейчас не донесет он. Не надо донести. А им же как обычно, им надо все быстрее сделать. Как говорится, во своя себе, свои дела делать. Там свои, иди, иди. Там вообще интересно показано, вот фильм этот, называется «Воскресший» или «Восставший». Да, смотрел. Смотрел? Да, да. И там видел, как кресты сделаны? Там просто вот это вот есть, центральная. А, это делай. Он уже на этой, на оси такой. Его раз поднимаешь, на железной оси прям. А нету только перекладины. А он идет перекладину одну. Принес перекладину, упал прям туда. Она там, паз такой есть. Раз, паз, паз с этой перекладиной. Его приковали. Ну, ешь, и кто как показывает. Кто-то говорит, что он крест несет. Ну, потом интересно там показано, как они прям тут же мертвеца тащили там метров 30-40. Бросили его, а там все в мертвецах уже. И присыпали его хлоркой. Или известью. Известью, наверное. Известью, наверное. Присыпали его. И такие сетуют. Ох, сколько, говорит, можно утомились тут уже работать. Так показано. Ну, да, для них это обыденное, конечно. Ну, да, как будто вот прямо ты смотришь это. Потом начинают Христа искать, где он вот этот. Именно его, а его найти не могут. Скоро тело истлеет, говорит, вообще ничего не поймем, где кто. Ну, интересный сюжет, да. Интересно, да, вообще. Я поражен был. И когда он Христа увидел, это они попытались передать, но я вот лично понял, я как заплакал. Мне слезы как брызнули из глаз. От радости, что Христос воскресший. Как будто я его увидел, но уже уверовавший. Римляне. И прям слезы прям. Думаю, надо же, Господи, какие ты странности делал. Такая радость. Ну, это в основном для мужчин, этот фильм. Потому что, как правило, когда вот такой вот особенно воин находит воскресшего Христа, то есть все у него сознание переворачивается, все становится с ног на голову, как говорится, как надо. Ну, может быть, для мужчин. Ну, да. Ну, фильм снят очень-очень, как это, с душой. Ну, да, его можно даже еще раз посмотреть. Да. Я уже давненько смотрел. Несомненно, можно. Вот у нас молитва тут, которую мы... И вот так вот закладываем. Все, такая рутинная работа. Закладываем все, готовимся. Но без нее никак не обойтись. И представьте, что мы раздали сотни уже тысяч. Сотни тысяч евангелий. И сотню, может, больше даже тысяч всяких материалов. А сколько ходили? А визиток сколько раздано? Ну, да. Я не побоюсь, наверное, слова, наверное. Ну, полмиллиона, а то, может, и миллион. Потому что десятки тысяч. Переиздавались же каждый раз. Да, особенно, когда у нас была молодежь, были подвижки. Сергей Павлович был с нами еще. Я спросил его. К сожалению, не восстановился еще. А, вчера спрашивал у него, да? Ну, да, я тоже хотел у него спросить. К величайшему сожалению. Я думаю, может, он сейчас как-то хоть немножко робко руку приподнимет на собрание. Нет, смотрю, сидит. Видно, что глаза такие, как бы, немножко возбужденные. Ну, ладно, слава Богу за все. Ну, мне вчера понравилось, я даже на занятиях, я даже брата, Сергия, Вячеслав поблагодарил, что он хорошо велся на занятиях, ну, как бы, выдержали, выдержали мой напор, который я вчера, выдержали, не заблокировали меня. Я уж там извинялся и все, думаю, сейчас заблокируют. За рулем был другой человек просто. А был бы другой, когда ее брат из нашего, Сергей. Уже бы все. Уже бы все. Потому что у нас братья не терпят еще вот это вот любвизм, вот это он еще там где-то глубоко кренится. А, да, брат, расскажи, расскажи, в чем это, о чем была беседа-то, в чем заключалась-то. Ну, там все с самого начала пошло не так, как должно быть. Я вышел не с начала, где-то, наверное, там с седьмой минуты вышел. У меня там плохо это, что-то там зависало, да, аппаратура. Ну, я вижу, это они уже начинают, и уже они прошли уже все, прочитали вот это место писания, там, где Христос спрашивает учеников, а вы за кого почитаете меня? Ну, за кого народ почитает, за кого вы почитаете? А потом говорит о том, что ему надлежит быть распятым, ну, биену, распятым. А Петр отвечает ему, только не с тобой, Господи, это не должно это с тобой пойти. И он ему говорит, ты сатана, отойдет от меня. Ну, и там идет вопрос, задается. Ну, вот, кто для вас Христос, значит, когда вы приходите к Нему? Когда приходите к Нему? Потому что, ну, и там такое пояснение дается. Это же не толкование, а пояснение. Для того, чтобы человек глубже уяснил себе, кто не знает Христа, кто для него Христос. Чтобы он сейчас прям остановился и подумал, кто для меня сейчас Христос? Не то, что... Это не для верующих. Это для того, чтобы людей, которые не веруют или которые маловерные, подвести ближе ко Христу все это. То есть это для тех, кто духовно еще не родился? Да, конечно. Конечно. Именно для тех, кто не рожденный свыше. Ну, и вообще-то и вопрос-то заключался в том, что и рассказать о рожденном свыше, как они к этому пришли. Но это после того, как ты поймешь, что ты родился. Вот в чем дело. А все стали тут же, как бы... О своем рождении. Уже о том говорить, кто для них Христос. Он для нас путь истина жизни, путь истина жизни. Повторяю. Я опять им подвожу и опять говорю, братья, тут разговор идет о конкретном, вот историческом моменте. Вот забудьте все, что было. Вот, глядьте, Христос идет с учениками и вдруг он останавливается. Вдруг можно тоже поговорить, почему он остановился. Но мы не говорили об этом. Это еще далеко для них. Я говорю, остановился и их спрашивают, за кого почитают меня люди. Ну, что он спросил-то? Это тоже интересно. Почему он спросил? Притом, это глава была какая? Восьмая? Восьмая. То есть, начало Евангелия. Да, начало считаю. По Матфею это, считай, начало. Потому что там только в третьей главе он искушение... В четвертой только искушение у него. И там он только призвал учеников. Все, и он их спросил, потому что он хотел из их уст услышать, как они веруют. Ну, и они сказали, что они веруют. Петр сказал от всех, потому что, видишь, все, наверное, молчат. Но на него смотрят. И он сказал, что он как старший. Господи, ты сын Божий. Вот, сын Божий. И все сразу, люди, когда прочитают это, все думают. Ага, они его исповедали Богом. Почему так? Почему так думают? Непонятно. Потому что в дальнейшем понятно, о чем идет речь. В дальнейшем идет речь о том, что они не понимают, что он Бог. Вот в чем дело. А почему? Они противоречить начинают. Петр начинает противоречить. И тут же получает. Отойди от меня. Ибо ты сатанинское говоришь. Вот так. Сатана написано даже вот так. Такими словами страшными. Ну и тут люди теряются. И непонятно, о чем начинают размышлять. Да, Тихонас. Надо проверить обстановку. Молодец. Хорошо. Ну тут что сейчас-то? Три калеки, две чумы. И вот с самого начала вот это пошло не так. То есть люди, это братья сразу стали запечатлевать себя верующими в Иисуса. Помощь вам. Спасибо, Христос. И счастливые ребята. Да, кое-что набрали. Кое-что. Из-за кромов. Началось. Ну, Игнать Тихонович, нету пока. Это еще откуда у меня? Не знаю. Где-то прислонились к чему-то. Потянулись за чем-то, видать. Ну, потом, это, звонков. А, все. Нету, у нас нету пажики пока. Потому что митрополит не идет. А не идет? Нет. А что, заболел? Нет. Этот, ну, нечестивая болезнь это. Из-за болезней? Болезнь, зараза это. Из-за нее. А, из-за нее. Ну, да. Ну, вот что. Ну, из-за нее. Мы к священнику, он, Володя, подошел. К священнику прям. Он сказал, да, я не слышал ничего. Скорее всего, ничего не будет. Ну, как скажут, так и надо послушать все. Но, но люди будут собираться на озере Пионерском. Около Борзовой заимки. И можно поехать туда благовествовать. А там что? Около Борзовой заимки. Борзовая заимка? Ну, я не знаю. По городу, по Булыгина. Я не пойду. Понятно. Понятно. А что они там собираются? Ну, у нас-то время будет. Что они там делают? Сами в прорубь делают? Сами в прорубь ныряют. Я вот это хочу пересканировать все. А у вас что, есть? Так она же у вас не войдет. Не войдет. Формат-то большой. Ну, тут маленько края. Вот оно и будет. Маленько? Да нет, не маленько. Белое-то есть у тебя. Ну, натренируюсь. Ну, можно частями какими-то. Так, ну, можно закрываться. Я пошел дальше трудиться. Помоги, Господи. А как с экрана брать, который мне надо его сделать, отсканировать? Мы берем туда, я закладываю. А который с экрана как? Копия. Просто делается копия и все. Копия делается. Копию сначала на бумагу делать? Почему? Нет, почему? Нет, нет. На рабочем столе так же и делается копия. Ну, мне надо на... А как я возьму? Он не берет. Потому что, видишь, заряженная, это только бумага. Подожди, стоп, сейчас. Нет, что-то понятное. Вы неправильно все делаете. Вы о чем говорите-то? У вас уже фотография, вы ее берете и куда хотите. Вы-то сканер делаете электронный. Мне надо отсканировать. Что? Ну, фотография, которая на рабочем столе стоит. Да вы берите, куда хотите ее переставляйте. Вы о чем? Куда переставляйте? Туда-то как ее предписано. Куда-туда? На сканер. Зачем? Вы хотите на бумагу сделать, что ли? Я не знаю, как сделать, чтобы частота осталась. Да ничего не будет. Какая частота-то? Нету такого понятия. Как нету? Но как? Вы хотите из электроники вставить в сканер? Вы что говорите-то? Я не пойму. Я как? Вот глядите. Давайте я вам объясню. Ну, хорошо. Мы почти 200 уже отсканировали. 200. Вот у вас есть бумажный вариант. Вот сканер, куда вы засовываете, он переводит из бумажного в электронный. Вот я и говорю, а который здесь в электронном, как его сделать, чтобы он сканирован был? Вы что, не понимаете, о чем я говорю вообще? Он у вас уже там, в электронном виде. Игнать Тихонович, это только фотографировать у вас на рабочем столе, эту фотографию посылать куда-то. Вот так объясняю. Это то же самое, что вы меня на улицу Горького отправили, чтобы доехать до главного библиотеки. Это отдали Маку. Полещусь. Давайте, да. А, вы когда ездили, что ли? Да, он мне говорит, давай на Горького. Я говорю, я не понял. Видишь, какой крест. Я не понял, вы скажите, куда вам надо. Мне сказали, что на главный... Он говорит, да. Ты знаешь происхождение креста этого? Да, да, знаю. Вы можете рассказать. Вот я сижу на машинке, печатаю, а сзади подошел человек. Глаза не открывает. И на меня надел, я пощупал, она священническая, цепочка сзади. И он нашел там, где расстреливали священников. Из-под песка, видать. А я пошел туда, там черепа, все это... Я позвонил в КГБ, и они там прибрали маленькое. А ребятишки... За собой. Черепа. Свечки вставят, и фонарики бегают с ними. Прибрали за собой. Ну да. Ты знаешь, как вены были на ногах у Андрея Долгого у меня был? Буквально за одну ночь, все исчезло. Вот вера у людей крепкая. Ну да, это точно. Вера у людей крепкая. Это моя мама говорит, как она лечила... Иосиф у нас был, брат у меня, и отец Тихон. Ну у них что-то там с ногами неладно. Ну они взяли это, я не знаю, как называется, купава или что, прямо на воде, святые такие. А, мальва, мальва. Прямо на воде отдельно они плавают. Ну да, 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 я знаю. Как же называется... Говорит, хорошо. Ну у них... У нас делали там... Спрашивает, ну как? Эти шкуры-то слезли. Они так, говорят, летом на пещине сидели. Ну и как? Помер, Тихон? Помер, говорит. У меня от этого помер. У меня так получилось, что будто лечила, и он помер. Все хорошо, помер. Ну все, ребят, я пошел. Ну все, с Богом. С Богом. Буду переводить. Скажи. Помоги Господи. И не заходи.